Просторные мастерские и серьезное оборудование в Махачкале в исправительной колонии номер 2 открыли обувной цех. Это позволит трудоустроить 140 заключенных за две смены. Оценку качества и востребованности продукции дают покупатели. В данном случае это в основном военнослужащие. За год спрос на товар вырос почти в 10 раз. Уникальное производство увидела моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Раньше в этом учреждении функционировал цех площадью 100 квадратных метров. Вместо него сейчас построили новое производство, запустив обувной цех площадью 850 квадратных метров на 70 рабочих мест. Здесь будет трудоустроено 140 человек в две смены. Основной целью уголовной исполненной системы Российской Федерации является привлечение осужденных к обязательному труду. Целью дальнейшей ресоциализации, получения профессий и возвращения в нормальную жизнь. Предприятие будет шить берцы для армии и полиции, сотрудников УФСИН, а также специальную обувь для самих осужденных. Масштабы солидные. Только за одну смену будут выпускать 1200 пар обуви. Мы будем сейчас наращивать эти объемы. Давайте не будем забывать, что в этих учреждениях 80%, подтвердил сейчас руководитель, 80% находятся те, кто проживает на территории Дагестана. Скоро они выйдут, и они должны быть жизнеподготовлены. То, что на территории находится свое профтехучилище, они готовят тоже по широкому спектру с выдачей дипломов. Это очень важно. Обычное конвейерное производство. Станки-полуавтоматы – четкая специализация. Десятки работников, выполняющих каждый свою операцию. Вот только находится обувной цех за решеткой. Вместо профессионалов – осужденной второй колонии. Вы видите, что осужденные, которые трудоустроены, улыбаются, они открыты, идут на контакт, они получают зарубную вкладку, они чувствуют себя мужчинами, они чувствуют себя востребованными. В том числе, как было ранее сказано, у нас находится профессионально-техническое училище. Девяти профессиям обучаются, в том числе такой, как обувщик, повар, пекарь. То есть они выбирают себе профессию, выбирают ее сознательно и уже смотрят на перспективу. Осужденный Мамад Али говорит, что заработанных денег хватает и на оплату содержания, чтобы отправить родным. Удается обеспечить и себя, и близких. У нас, кто больше сделает, только зарабатываем. Кроме того, мы еще кое-что через магазин можем купить. Домой, с семьей проблем не создаем. Помимо обувного цеха, в колонии есть и другие производства, что позволяет расширять возможности учреждения его подопечных. Все, что производится в Дагестане, еще раз, это значит, средства остаются у нас, они поступают на внутренний оборот, они создают дополнительные рабочие места. Лучшей практикой для социальной адаптации людей, отбывающих наказание, во всем мире признается трудотерапия. Она позволяет тем, кто лишен свободы, осваивать новые навыки, которые помогут трудоустроиться после освобождения.